Врачебная помощь пациентам с инфекционными заболеваниями выходит на новый уровень. В столице Чувашии на улице Гладково продолжается строительство нового корпуса городской детской больницы. С ходом работ сегодня ознакомился временный исполняющий обязанности главы республики. В палатах-боксах нового корпуса для маленьких пациентов обещают создать максимально комфортные условия. Мебель и кровати с регулировкой высоты, телевизоры и индивидуальные душевые кабины. Все для режима изоляции. Именно здесь будут проходить лечения дети с острыми инфекционными заболеваниями. Весь третий этаж стационара отведен под вентиляционную систему. Под потолком паутины из труб и проводов. К каждой палате подведены кислород, вакуум, сжатый воздух и закись азота. Это необходимо для интенсивной терапии пациентов. Диагностическая база соответствует всем стандартам, как говорится, современным. Ну и, соответственно, доктора и кадровый потенциал. Дети поступать будут со всей республики абсолютно. Необходимость в новом лечебном корпусе назрела давно. В инфекционный стационар ежегодно обращаются более 15 тысяч человек. Каждого второго направляют на госпитализацию. Старое здание детской больницы уже не отвечает современным стандартам. Здесь начался капитальный ремонт реанимационного отделения. Но темпами работ в Рио главы региона остался недоволен. Строительство должно было завершиться в апреле. Я так понимаю, у нас сдвигаются сроки строительства. Я бы хотел понять, с чем это происходит и что надо предпринять, чтобы эти сроки сдвига были минимальными. Потому что мы сейчас находимся на объекте, который строится в рамках национального проекта. Очевидно, по задумкам, которые, по проекту, которые заложены, это вообще объект, на самом деле, тот, который давно ждали люди. Главная причина срыва сроков – недоработанный проект. Документация прошла экспертизу два года назад и нуждалась в серьезной корректировке. Из-за этого было упущено время. Сейчас все на стадии завершения проектной документации. После всех корректировок находится на экспертизе. Мы ждем, когда она выходит с экспертизы. И получаем рабочку и заканчиваем строительство. При повторной экспертизе «Важно не допустить просчетов», отметил Олег Николаев. Дальнейшие работы в Рио главы республики пообещал взять под личный контроль. 30 апреля мы должны перевести объект в режим на стадию R. До 20 мая фиксируем, значит, мы выполняем все необходимые корректировки. Вот эти контрольные сроки и просьба мне постоянно давать справки, что вот этот этап у нас выполнен. Переходим на следующую стадию. Чтобы не срывать изначально намеченные сроки реализации приоритетных проектов, в правительстве республики запустили процесс централизации строительства. Вот централизация проектных работ, централизация выполнения строительных монтажных работ, ну и соответственно централизация ввода в эксплуатацию. Будут усиливаться те службы, это прежде всего служба единого заказчика и центра экспертизы, для того, чтобы обеспечивать качественную работу на входе и в процессе реализации проектов. И через такие инструментарии я уверен, что мы уже в текущем году существенно изменим ситуацию. Крайний срок открытия инфекционного корпуса на улице Гладкова обозначен. Работы должны быть завершены до июня. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.